Девушки отдыхают В глубине джунглей Шри-Ланки Солдаты спецподразделения сражаются за право попасть в самый элитный отряд Отряд глубинной разведки Стать рядовым этого отряда непросто Придется пройти жесткую программу подготовки Одну из самых сложных в мире Я не чувствую ногу ниже колена Вы первыми увидите уникальную съемку некогда секретного отряда Станете свидетелями изнуряющей трехнедельной проверки Тяжело, когда часть тела просто перестает слушаться Пройти и не сломаться смогут лишь сильнейшие Спецподразделения Отряд глубинной разведки Шри-Ланки Отряд глубинной разведки Шри-Ланки Прославился во время гражданской войны Длившейся почти четверть века Они лучшие в поражении сложных целей Нам удалось нейтрализовать некоторых лидеров-повстанцев Безусловно, это сыграло большую роль Отряд действует любыми способами Они добывают секреты ценой своих жизней Мы действуем маленькими группами Без какой-либо поддержки Такие отряды идут в разведку И устраивают диверсии в самом тылу врага Каждый шаг здесь может быть последним Этот элитный отряд сформировался после 25-летней гражданской войны В 1975 году партизанская организация тигра освобождения Тамил и Лама Выступила против правительства Шри-Ланки Они сражались за создание независимого государства Тамил и Лам На севере и западе страны После 11 сентября ЦРО отнесло тигров К одной из самых опасных террористических группировок мира Все эти годы с 1978 по 1985 Страна страдала от ужасов террора Масса грабежей и убийств Погибали не только политики, но и множество мирных жителей Армия долго не могла обнаружить опорный пункт Тамильских тигров Расположенный в глубине джунглей Мы отправлялись в джунгли большими отрядами По 25-50 человек Нам никак не удавалось застать их врасплох Необходимы были маленькие отряды Совсем иной тактикой боя в джунглях В 1996 году первые 20 добровольцев создали первый отряд глубинной разведки Абсолютно секретный отряд обучали просачиваться в тыл И выживать в полной изоляции Во многом благодаря им Эту 30-летнюю войну Удалось завершить Вплоть до окончания войны в 2009 Существование этого отряда было засекречено Как и его состав Сейчас в мирное время в отряде меньше 200 служащих Небольшой элитный клуб Новобранец станет его членом Лишь после 6 месяцев элитной подготовки Но путь в новобранцы лежит через 3 недели настоящего ада Отборочный курс день 1 Школа подготовки спецподразделений Шри-Ланки Национальный парк Мадуру-Оя 207 добровольцев проходят первый тест на физподготовку Это изнуряющий комплекс кардио и силовых упражнений Подвергающих нагрузке все тело Лечь, встать! Лечь, встать! Все эти мужчины Действительные служащие И спецподразделения Шри-Ланки Но для того, чтобы попасть в отряд глубинной разведки Нужен особый уровень физической и моральной выносливости Если посмотреть на их операции Сразу видно, что отряд глубинной разведки самый сильный Свои 35 лет Новобранец номер 8 Самый старший во всем курсе Возраст не помеха Я хорошо тренируюсь и собираюсь закончить курс Команда инструкторов следит за каждым их движением И отсеивает слабейших 26-летний новобранец похож на грани удаления Первый тест на физподготовку он провалил, ухватившись за веревку ногами Для прохождения курса необходимо сдать два таких теста Я обязан как-то их осилить Мне правда важен этот курс Новобранец номер 52 должен был пересдать тест через неделю Еще один провал будет означать выбывание с курса Правый, левый Правый, левый Это лишь начало проверки на физическую выносливость Теперь им предстоит перенести эти бревна весом 65 килограммов на 4 километра И на бревнах есть утяжелители Это проверка не только силой их плеч и ног На учениях проверяется и их моральный дух Вверх, вниз, вверх, вниз Ветераны спецподразделения имеют четкое представление о том, каким должен быть солдат Личности солдат должны оставаться засекречены Нам нужны крепкие телом и духом, преданные своему делу, целеустремленные бойцы Это необыкновенные солдаты Те, кто попали на курс, хотят быть лучшими из лучших Тренировки очень напряженные Если они не выдерживают, значит у них нет ни терпения, ни мужества И они вылетают Организация засекречена У бойцов нет даже отличительных знаков Стать членом отряда глубинной разведки Это высшая честь для бойцов спецподразделений Нет ни отличительных знаков, ни преимуществ, ни своего девиза Мы не ищем славы Нам не нужно, чтобы нас знали Никто из новобранцев не подозревает о новом испытании У новобранцев есть 48 часов, чтобы совершить марш-бросок на 50 километров Вдобавок, чтобы не торопиться, каждый получает по рюкзаку, наполненному 30 килограммами песка Задача усложняется еще больше тем, что идти придется круглые сутки по самой недружелюбной местности Шри-Ланки Остался 201 солдат, из них больше 10% не осилит этот путь Мы не дали им возможности поспать во время перехода Мы ожидаем от них решимости Этот марш-бросок покажет, способны ли они за ограниченное время достичь цели И закончить этот курс Первый враг на их пути — 40-градусная жара Но джунгли таят в себе еще одну опасность Мадуру-Оя славится своей популяцией слонов Обычно они ведут себя мирно Но шум пробирающегося сквозь джунгли отряда может привести их в бешенство Слоны быстрее людей Если слон идет на вас, то единственный выход — выстрел в упор Сбежать и скрыться в зарослях не удастся Если дикий слон раздосадован, он может настигнуть и убить Там слоны Мы их уже утром заприметили Разумнее всего, тихо прокрасться мимо Прошло только 6 часов, а новобранец номер 8 уже выбился из сил Сложностей так много Жара невыносимая И у меня ноги в волдырях Я обработаю раны, отдохну пару часов и отправлюсь к следующему контрольному пункту Он проходит этот курс уже не в первый раз Отряд глубинной разведки — это действительно круто В прошлый раз я не прошел учения В этот раз я обязан справиться В тот раз, пока я проходил курс Мою маму разбил паралич Мне пришлось покинуть Мама все-таки умерла У меня не осталось никого из родителей Я вернулся, и ничего не мешает мне пройти подготовку на этот раз Новобранцу номер 8 предстоит еще 30 километров пути Несмотря на его решимость, пара часов отдыха может дорого ему обойтись Тем временем другой новобранец попал в большие неприятности За места в элитном отряде глубинной разведки Шри-Ланки сражается 201 новобранец Отборочный курс — день 3 из 21 Жесткий марш-бросок в 50 километров длиной близится к концу Настоящее пекло, сложный рельеф и 30 килограммов песка в рюкзаках Все это снижает их скорость Но один из них повстречал еще большую сложность Инструкторы получили сигнал тревоги А новобранца... Он увидел слона сбоку от себя и попытался обойти его сзади Команда медиков проверяет, нет ли переломов или внутренних повреждений У новобранца номер 129 повреждена рука Ему посчастливилось Нападение слона бывает смертельно опасным С ним он справился Но с курсом подготовки нет Если обнаружится перелом, то он не сможет продолжить курс Время 50-километрового марш-броска почти истекло Новобранцы торопятся достичь финишной линии Быстрей! Быстрей! Номер восьмой делал привал в пути На ногах его ссадины Он старший среди новобранцев И несмотря на это он уложился в отведенное время Ноги болели все больше Но от этих 50 километров зависело пройду ли я курс Поэтому я забыл о боли И прошел весь путь Новобранцы Собираются на поле для финишной проверки Я что, неясно провел инструктаж? Я разве не сказал донести все пачки? Ты что-то не понял? Солдату спецотряда нужна особая дисциплина Дисциплина джунглей Там не хватает части пакета с пайком Наверное, я бронил где-то по дороге Нужно быть повнимательней Поэтому я и получил предупреждение Но это не самое большое нарушение за сегодня Одного новобранца застали за выкидыванием песка из рюкзака Это означает моментальное исключение Бегом, торопись, торопись Ты не справишься с приказом Вчера на третьем отрезке пути я потерялся Решил вернуться в лагерь Думал, раз уж возвращаюсь, то песок можно выкинуть Если он нарушает приказ на учениях То есть риск, что на задании он поведет себя так же Число новобранцев стремительно уменьшается Номер 70 Номер 80 27 новобранцев не одолели марш-бросок Вы все провалились С сегодняшнего дня вы больше не проходите отбор Ясно это? Да, сэр Я старался изо всех сил и не сдавался Но не справился Осталось 174 новобранца Они почти не ели 48 часов И сейчас готовы, как никогда Насладиться горячим обедом Во время перехода вы не соблюдали Военные порядки джунглей За это вы будете наказаны Через две минуты по команде пошли Вы прекратите есть и встанете Пошли Кто унес в карманах еду, шаг вперед и все выложить Если скроете еду, будете наказаны Несколько ребят утащили яблоки Дополнительное наказание на землю Катись налево Наказания должны укрепить командный дух Ошибка одного означает проблема для всех В бою это правило смертельно важно Спецподразделения способны преодолевать сотни километров опасной и сложной территории Но иногда Операция требует скорости И тогда спецотряды Шри-Ланки Выбирают другой способ передвижения Боевых всадников Направляют в любую часть страны Мы быстро добираемся До любой точки даже по сложной местности Это могут быть холмы И скалы И джунгли И болота Мотострелковый эскадрон Это часть первого полка спецподразделений Шри-Ланки Из них не обойтись, когда на кону каждая секунда А цель находится далеко Мы обучены стрелять из разного оружия Находясь в седле От штурмовой винтовки АК-47 До реактивных гранат Вернемся к курсантам Инструкторы ускоряют темп Оставшимся 174 новобранцам придется пробежать 5,5 километров По зарослям заповедника Самый сложный отрезок пути Это скала высотой 315 метров На которую они должны будут забраться На склоне угол подъема почти 45 градусов Там будут и откосы, и глыбы, а местами может быть скользко На весь путь отводится только 36 минут В такой жаре быстро наступает обезвоживание И могут начаться судороги Курс очень тяжелый Он один из самых сложных в спецподразделениях Обычному человеку тут не справиться Такой спуск дает огромную нагрузку на колени Один неверный шаг и курс закончится прямо здесь Если скала преодолена, то финиш уже близко Все новобранцы успели вовремя Но номер 199-й, похоже, получил тепловой удар Чтобы избежать риска для жизни, ему необходима срочная медицинская помощь Руна Радха, открой глаза Ты меня видишь? Сколько пальцев видишь? У него обезвоживание и лихорадка Сейчас посмотрим, насколько серьезно состояние Если не сбить температуру и не залить в него жидкость Может наступить шок А за ним смерть Но плохо приходится не только ему У новобранца номер 2 обострилась давняя травма Которая угрожает его успеху Я не чувствую ногу ниже колена Я повредил ее на боевой операции После пробежки я ничего не чувствую там Если прикоснуться Это обычное дело Номер 2-й, ветеран спецподразделения Он получил ранение во время войны Я был из 1-го полка спецподразделения В конце 2009-го мы были на задании Где я серьезно повредил ногу Она была сломана в трех местах Пришлось провести полгода в больнице Я много читал об отряде глубинной разведки И очень хотел попасть к ним Поэтому я усердно тренировался И подготовился к этому курсу Я должен пройти его Первая неделя завершилась 33 новобранца не прошли проверку Оставшимся 174 предстоят еще больше испытания Будут отобраны лучшие из лучших В бою им не раз придется принимать смертельно опасные решения 174 новобранца сражаются за право стать членами элитного спецподразделения Шри-Ланки Эти бойцы достигают на учениях предела своих возможностей Потому что на территории врага может случиться что угодно И тогда любая ошибка может стоить жизни всем В июле 2008-го шесть бойцов спецотряда выполняли секретную операцию Они проникли на 55 километров вглубь территории тамильских тигров И устроили там засаду на важную цель На пятый день разведка донесла, что цель приближается После взрыва нашей мины цель была объята пламенем Все вокруг застилал густый дым Отряд отступил в джунгли Но им было необходимо быстро добраться в штаб Нельзя было допустить, чтобы их обнаружили так глубоко в тылу врага Это была бы беда Через 10-15 метров мы попали под сильнейший обстрел Главный дозорный получил ранение в ногу К нему тут же направился глава отряда Но его тоже подстрелили Нам пришлось оттаскивать ранен И один из них скончался Это было как потерять брата Мы знали, что они будут преследовать нас Мы сделали крюк на 50 метров Нужно было укрыться и спрятать раненых Попалась небольшая яма Мы выгребли все сухие листья И уложили в нее троих раненых Снаружи их было незаметно Было ясно, что они не смогут преодолеть 55 километров Неся раненых на свою территорию Срочно понадобился другой план спасения Решили, что второй глава отряда Пересечет территорию врага в одиночку И найдет помощь А отряд будет прятаться в джунглях Он пообещал сделать все Чтобы спасти нас Оставил нам свой паек И лекарства На второй день у нас закончилась вода Дальше мы пили собственную мочу Четыре дня они будут ждать Не зная, придет ли спасение Напряжение было предельным Я все думал о доме О жене и малыше Которого она ждала Мы были в смертельной опасности Без еды и воды второй глава отряда пробирался вперед Он не попался в плен И выживал, питаясь фруктами, найденными по пути По пути мне попался грязный водопой Там купались кабаны Повсюду был слоновий навоз, черви и комаринные личинки Но у меня не было выбора Через два дня он достиг штаба На помощь отправили отряд на двух вертолетах Это видеосъемка отряда спецподразделения Один приземлился на безопасном участке Чтобы эвакуировать четырех раненых Но они еще не спасены На обратном пути Они попадают под вражеский обстрел Вертолеты для защиты Используют ослепляющие вспышки Им удалось достичь воздушной базы и больницы Только благодаря тренировкам Мы смогли выжить и вернуться Общее число погибших бойцов спецподразделений Во время гражданской войны 685 человек Новобранец номер два знает Обо всех ужасах войны не понаслышке Солдаты умирали у меня на глазах У них были пулевые ранения Некоторые подрывались на противопехотных минах Я часто думаю о них Это больно Когда отряд глубинной разведки Отправляется в тыл врага То разведка или засада Могут занимать дни А то и недели Новобранцы на задании по уничтожению Им нужно ползком пересечь 450 метров Вражеского лагеря И ликвидировать цели Не раскрыв себя По пути их ожидает Три линии обороны Ограждение из колючей проволоки На все задание отводится 4 часа Нам нужна выносливость и терпение Курсант должен приспособиться К особенностям местности И адекватно реагировать На вражескую активность Новобранец номер 52 ведет свою команду через заросли Его рука была ранена и теперь рана воспалилась Физически я вынесу любую боль Но сложно продвигаться, когда часть тела просто отказывается слушаться Придется положиться на силу духа Я повторяю себе, что должен двигаться дальше Это задание поможет выявить, насколько эффективно капитаны выбирают тактику передвижения И могут ли они обойтись без спешки на пути к конечной цели Чтобы не быть обнаруженным Нужно двигаться как можно медленнее И спокойнее Когда усталость одолевает Так и хочется встать И пройтись в тех местах Где надо бы еще ползти Отряд глубинной разведки Шри-Ланки Овладел искусством невидимости Мы учитываем И погодные условия Особое внимание уделяем Особенности рельефа Когда разрабатываем эту военную форму Которой пользуются наши спецподразделения Эта камуфляжная форма ручной работы Изначально была создана для шотландских лесничих В такой форме можно подобраться к цели на расстояние 25 метров Идет третий час задания по облаве Команда новобранца номер 52 Приблизилась к цели на расстояние 150 метров Тут команда Пусть отступают Его передового раскрыли Мы хотели отправить двоих на разведку Но если бы их обнаружили и атаковали Они одни не смогли бы защититься Почему ты отправил их без поддержки? Теперь бери свою команду И отправляйтесь к предыдущему рубежу Будете пробовать еще раз Ясно? Всем ясно? Да, сэр К предыдущему рубежу Жара усилилась И все очень устали Теперь выполнить задание Будет еще сложнее Гораздо сложнее Редактор субтитров А.Семкин Попевают закончить задание С одной минутой в запасе Я просто счастлив Мы достигли цели Благодаря усилиям Сей нашей команды Короткая передышка Подошла к концу Новобранцы даже не представляют С чем им придется сразиться теперь Подходит к концу Вторая неделя Сложнейшего отборочного курса Новобранцы сражаются За места В элитном спецподразделении Шри-Ланки Оставшиеся 174 курсанта Готовятся пройти испытания С боевыми потерями Готовься! Каждая команда Понесет носилки с раненым Через густые заросли Путь в 4 километра Надо пройти за 40 минут Это задание на сплоченность Она пригодится им И в реальной жизни Пробежка с носилками Выявит задатки лидеров И настрой команд Лидером можно будет считать Того, кто возьмет на себя руководство И предложит самый удобный путь Через джунгли Новобранец номер 5 Главный в своей команде По пути много кустов Ветки цепляются Бежать очень сложно Особенно с носилками Если они будут плохо понимать друг друга Если не будет плана То начнутся ошибки Нужно быть осторожными Иначе носилки А с ними и раненые Могут упасть Новобранец номер 5 И его команда Пришли к финишу На 36-й минуте Вся операция зависит от того Насколько слаженно мы работаем На войне не победить в одиночку Единство и сотрудничество Определят, что нас ожидает Поражение Или победа Несколько секунд Чтобы перевести дух После пробежки с носилками Они получили хороший урок сотрудничества Но теперь им придется сразиться Друг с другом И показать, что они готовы Пойти на все Чтобы попасть В элитный отряд Это задание Лишит их остатков сил Как раз перед последней проверкой На физподготовку 174 новобранца Последовательно пройдут Кардиотесты И тесты на силу И выносливость Эти тесты выжмут из них Последние соки Либо они справятся Либо вылетят с курса Новобранец номер 52 Уже дважды проваливал Проверку физподготовки Сегодня Его последний шанс Пройти тест Из-за поврежденной руки Подъем по канату Станет самым сложным Испытанием Ему нужно забраться Лишь до средней отметки Но он не должен Касаться каната ногами В прошлый раз Я забрался до отметки Но инструктор Дисквалифицировал меня За то, что я Помог себе ногами Не знаю как Но я должен сделать это Новобранец номер 52 Забрался до отметки И выполнил задание Я просто обязан был Сделать это И я справился Я очень рад Что прошел Финальную проверку И мне не помешала Даже больная рука Мы достигаем Наших целей Благодаря силе духа После экстремальной Физической нагрузки Осталось 164 Новобранца Теперь предстоит Проверить остроту Ихума Инструкторы оценят Их аналитические Способности Новобранцам Дается одна минута Чтобы осмотреться В помещении И определить Кто в нем живет Потому как курсант Проанализирует ситуацию Мы определим Есть ли у него Необходимый Для спецподразделения Уровень способностей В отряде Глубинной разведки Бойцы часто Собирают разведданные Небольшими группами Поэтому они должны Уметь собрать Переработать И принять на вооружение Ту информацию Которая попадает К ним в руки Агитирует Против капитализма И собирает людей Эти плакаты Указывают на то Что он готовит Компанию Я нашел Несколько доказательств О подготовке Компании Стоп Ты назвал Четыре пункта Все время повторяешь Одно и то же Неполный рапорт Новобранца Номер два Повлияет на его оценку В конце Времени дали Так мало Что я просто Не обратил Внимания На мелкие детали Поэтому я не смог Ничего особо Рассказать Не сомневаюсь Что мне хватит Времени Заметить все Что нужно И отрапортовать Думаю Они принадлежат К организации Видно Что они Планируют Какие-то Действия Похоже Что эта группа Объединяет Социалистов Что еще Ты заметил Алкоголь Верно И что это Значит Я-то внутрь Не заглядывал Думаю Об этом Лучше Вас Спросить Время Шло так Быстро Что я Просто Не успевал Высказаться Отчет Неполный Ты назвал Лишь четыре Пункта Вот так Новобранец Недооценил Сложность Задания Ничего Хорошего Это Не сулит Они не умеют Распределить Время И фокусируются На чем-то Одном Когда они Заходят Внутрь То они Проводят Больше Времени В поисках Чем В оценивании Того Что там Есть Он Социалист В комнате Находилось Еще Четыре Человека Локаты Для пропаганды Повсюду Употребляет Алкоголь Начитанный Образованный И радикальный В своих Взглядах Вот что Мы ожидаем В хорошем Ответе В течение Последних Трех Недель Новобранцы Спали В среднем По два Часа В сутки Но и этой Ночью Инструкторы Не дадут Им спуску Встать Встать Курсантам Приказано Вынести И расставить Их Двухъярусные Кровати На поле А тапочки Где? Туфли Твои Где? Если Инструкторы Останутся Недовольны Результатом Все Будут Наказаны Всем Кувырки Вперед Задание Выглядит Бессмысленным Но на самом деле Это часть Общего плана Новобранцы Должны Достичь Предела Своих Возможностей Перед Главным Испытанием Курса Чтобы стать Бойцом Спецотряда Нужно Преодолеть Стокилометровый Поход Но перед Походом Мы делаем Все Чтобы Вымотать Их Морально И физически Некоторые Как номер 52 Страдают Новобранцы Уже третью Неделю Борются За членство В спецотряде Шри-Ланки Это Самый Жесткий Курс Отбора В их Жизни 17-й День Из 21 Все Упаковал Новобранцы Готовятся К самому Сложному Испытанию За 72 Часа Им Предстоит Совершить 100 Километровый Переход Этот Переход Усложняется Еще и Тем Что Курсанты Полностью Вымотаны Предыдущими Испытаниями Разбившись По парам Новобранцы Должны Будут Отыскать 18 Контрольных Пунктов Но Их Поход Почти Обречен На Провал Они Не Спали Уже Сутки Как Минимум Пятая Часть Не Справится С Заданием Номер 52 Держится До сих пор Несмотря На Травмы Ноги И Запястья Нога Дает О себе Знать Травма Руки Не Помешает Переходу Почти Вся Нагрузка Приходится На Ноги Травмы Беспокоит И Новобранца Номер 5 Я Здорово Отстаю Силы Кончились Рюкзак Просто Тянет К Земле К тому же Ноги Покрылись Мозолями И Передвигаться Вперед Почти Нереально Но Я Обязан Дойти Новобранец Номер 2 Ветеран Получивший Ранение Во время Гражданской Войны И У него Неприятности Повреждают Нога Разболелась От тяжести Рюкзака Который Приходится Тащить В этот раз Отек и боль Просто Невыносимые Не то что На предыдущих Заданиях До сих пор Я не провалил Ни единого Теста Но я не уверен Что набранные Очки Повлияют В такой Ситуации Номер Номеру Два Остается Только Сидеть И ждать Решения Инструкторов Осталось 12 часов Я не могу Двигаться Дальше Из-за Проблем С рукой Нам Пришлось Сбавить Темп Рука Опухает От тяжести Рюкзака Она Совсем Онемела Я Предложил Переложить Ко мне Часть Его Груза Он Совсем Измучился Я Взял Из его Рюкзака Почти 5 Килограммов Песка Мы Не бросаем Друг друга В беде Даже На боевом Задании Мы Никогда Не откажем В помощи Триятелю Да и Любому Члену Отряда В этом Особенность Спец Подразделений Отборочный Курс День Девятнадцатый Из Двадцати Одного Истекло 72 Часа Отведенных На Сто Километровый Переход Первые Новобранцы Пересекают Финишную Линию Двадцать Девять Курсантов Не уложились Во время В том Числе И номера Второй И 52 Но Окончательное Решение О том Кого оставить А кого нет Примут Инструкторы Конец Испытаний Уже Близок Но Осталось Еще Кое Что Отборочный Курс День Последний Для 164 Новобранцев Наступил Последний День Отборочных Курсов Осталось Финальное Задание Уверенный Прыжок Курсанты Должны Забраться Наверх По лестнице Высотой 24 метра Это высота Восьмиэтажного Здания Наверху Они должны Подтянуться И отпустить Руки Трешнее всего Будет отпустить Веревку Неприятно От того Что не знаешь Как Получится Упасть В воду Если Упаду Неудачно То заработаю Ушибы Неспроста Задание Называется Уверенный Прыжок Если Допустить Ошибку При вхождении В воду Можно Утонуть По близости Дежурит Спасатель Вдолаз Ноги Держать Прямо Шею Вперед Ноги Подай Назад Внимание Прыгай Хорошо После Трех Недель Непрерывных Тренировок Новобранцы Должны Собрать Всю Свою Смелость Для Этого Теста Придется Сделать Это Так Спец Подразделения Проверяют Нашу Непоколебимость Я Немного Зволнован Но Это Мне Не Помешает Пошел Лестница Была Вся Скользкая И Перекладины Трясли С подвесом Тех Кто Лез За Мной Забраться Было Очень Трудно Пошел Я Боялся Отпустить Веревку Казалось Что я Падаю Целую Вечность К Концу Отборочного Курса В отряд Глубинной Разведки Шри-Ланки Осталось 164 Новобранца Совсем Скоро Они Узнают Кому Из них Выпал Жребий Номер 157 Номер 146 Номер 101 Номер 97 Номер 5 Были Сложные Ситуации И Некоторые Ребята Были Готовы Сдаться Но Я Смог Подбодрить Их И мы Вместе Завершили Задание Я Горжусь Тем Что Смог Пройти Весь Курс Новобранцы Номер 5 169 И 8 Из числа Тех 122 Курсантов Что Успешно Прошли Отборочный Курс Я был Полон Решимости Пройти Весь Курс И Теперь Я Просто Счастлив Тем Чего Достиг Но 85 Из них Остались Разочарованы Я Был Очень Расстроен Я Уже Почти Прошел Весь Курс Несмотря На Раненую Ногу Мне Не Хватило Лишь 9 Километров До Отметки 65 Это Был Проходной Бал Так Что Меня Выкинули Мне Не Повезло Отчисление На данном Этапе Означает Что Я Не Смогу Пройти Этот Курс Еще Раз Но Такой Опыт Переворачивает Всю Жизнь На Тестах Я Выкладывался Полностью Так Что Я Доволен Всех Кто Успешно Справился Впереди Ожидает Пять Месяцев Интенсивных Продвинутых Тренировок Лишь Тогда Они Смогут Стать Членами Элитного Отряда Глубинной Разведки Шри-Ланки Редактор Корректор Корректор Продолжение следует...